В Ереване тщетно пытаются найти пути выхода из экономического кризиса, который продолжается уже не первое десятилетие. Премьер-министр Никол Пашинян не перестает убеждать народ, что Армения представляет интерес для передовых стран. В реальности же все происходит с точностью наоборот, уверены эксперты. К примеру, Армения находится в списке крупнейших должников России. Несмотря на оказанную Москвой помощь, в этой стране нарастают антироссийские настроения. Полный хаос, так описывают ситуацию в Армении российские эксперты. Я уже не удивляюсь тому, что творится в Армении. Очевиден разворот в сторону от России, и поэтому там усиливаются русофобские настроения. Было видно, что с приходом Пашиняна в его правительстве большая часть настроена антироссийски. И не нужно было питать иллюзией, что это руководство будет с нами дружить. Соответственно, перед приездом президента России Владимира Владимировича Путина нагнетается антироссийская риторика. Владимир Владимирович может отказаться от визита. Антироссийские настроения в Армении, они связаны в первую очередь с обещаниями Пашиняна. Создать благополучную жизнь, сытую жизнь для граждан Армении, полностью ориентированную на Запад. Именно эти обещания он давал на митингах. Ранее Россия отказала в экстрадиции бывшего главного судебного пристава Армении, миграна Пагасяна. На родине его подозревают в крупных хищениях. Русофобскую волну в Армении также продолжает и дело об убийстве 57-летней армянки российским солдатам военной базы в Гюмри. Вопросы о выводе российской базы в стране поднимались в течение всего года. В России же ставят под сомнение законность уголовного дела против второго президента Армении Роберта Качаряна. И считает Никола Пашиняна зачинщиком беспорядка в стране и угроз ВДКБ. Я думаю, что русофобские настроения присутствуют постоянно в Армении. Они сейчас, эти русофобские настроения, значительно больше представлены в средствах массоинформации и в правительственных кругах. Поскольку в правительстве Никола Пашиняна пошло довольно много людей, которые воспитаны в духе русофобии. А поскольку вот эти русофобские люди стали более влиятельны, то они, соответственно, и стали значительно более слышны и заметны. Армянская сторона провоцирует обострение ситуации в регионе. Эксперты уверены, что внешнеполитический тупик, в котором находится эта сторона, является следствием армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Если Армения в действительности хочет хотя бы частично вылезти из экономического болота, то в первую очередь должна быть заинтересована в решении этого конфликта. Шамистан Мамедов, Гали Багиров, CBC.